Помыли руки, а про еду забыли. Сегодня, следуя правилам личной гигиены, мы забываем о том, что все, что вносим в дом, может оказаться миной замедленного действия. О правилах продуктовой гигиены рассказал Дмитрий Калмыков, специалист по радиационной, химической и биологической защите. Подробности в сюжете. У меня хороший советский армейский опыт. Я получил образование как специалист, который должен бороться с химическим загрязнением, с радиоактивным и с опасностью бактериологического воздействия. Сейчас коронавирус – это один из видов бактериологического воздействия, биологического. Постоянно нам говорят о том, что нужно мыть руки, носить маски, соблюдать дистанцию. Но Дмитрию, как специалисту, известно, что это еще не все меры, которых необходимо придерживаться. Но стоит обратить внимание, что мы домой приносим не только грязные руки. Они небольшие по площади. А если сравнить их площадь с объемом и площадью тех продуктов питания и наших покупок, которые мы принесли из магазина, окажется, что они больше, чем руки в 10, 20, 30, 40 раз. Поэтому стоит обратить внимание, чтобы они не были путем переноски. Это сделать довольно легко. Самый простой способ – это менять заводскую магазинную упаковку, которую касались другие люди, на которые они, возможно, чихали и кашляли. Если не все подлежит переупаковке, то продукты нужно немедленно вымыть. Некоторые овощи не рекомендуется мыть перед отправкой на хранение. Но в случае защиты от коронавируса этим правилам рекомендуется пренебречь. Молоко в пакете или колбаса в оболочке. Их нужно обработать спиртом. Поместить в какую-то коробочку, в контейнер, забрызгать 60-процентным спиртом и пусть они час-два постоят. Вот довольно простые способы. Кроме спирта еще что-то подходит? Может быть, там содовые какие-то растворы? Нет, для непосредственного контакта с пищевыми продуктами или мыльные растворы, просто их тупо помыть. Вот в том числе бутылки с напитками, пакеты с молоком. Я их просто в тазике мою моющими средствами. Еще очень важно, говорит Дмитрий, соблюдать гигиену во время покупки продуктов. Если раньше мы себе могли позволить шоппинг как вид отдыха, зайдешь после работы, зависнешь и расслабишься, и ходишь, смотришь все подряд, теперь лучше иметь конкретный список. Берите с полок только то, что вам нужно, и не прикасайтесь к другим предметам. Таким образом вы сократите контакт с поверхностями, на которых может находиться инфекция. Ирина Вобещевич, Оксана Митюхина, Наталья Зайц, 5 канал.